Главное качество футболистов, на твой взгляд? И промис. Ну, промис берет свои... Промис — это, наверное, энергетики свои. А сколько платит «Спартаке» молодежным составом? Все знали, что я играю в сборную. Навальный или Путин? Первые эмоции твои, когда ты узнал о том, что ЦСКА оступилась, и вы вышли на первое место. Ехали в Англию, и там у нас было два тестирования. Сейчас он меня будет принижать. Насколько я знаю, у тебя есть агент, правильно? А как он зарабатывает? Он проживает там в городе Тамбов. Как ему попасть в большой клуб «Спартак»? Оказавшись перед дном, что ты ему скажешь? В общем, возвращаясь я на свою половину, короче, делаю подкат, ну, как обычно, мой мощнейший подкат. Отбираю мяч, после этого подбираю, обхожу первого, второго, третьего, уже затем смещаюсь на вратаря, мимо него прохожу, даю тебе пас на быстрые ворота, ты бьешь, попадаешь в танго, у меня сейчас как-то колено тебе, и ты забиваешь гол. Ты меня опять принижаешь. Мне дают КМС после этого, а тебя берут «Спартак». Я понимаю, что моя миссия, в принципе, более выполнена, я могу закончить. Меня воспитал. А ты, соответственно, становишься чемпионом России по футболу. Спустя какое время? Тоже впоследствии берешь КМС, и еще не заканчиваешь. Это Владлен Бабаев, полузащитник «Спартака» молодежного состава. Уже в этом году, возможно, ты будешь играть в «Спартаке-2», надеюсь, на это. «Спартаке-2» в первом дивизионе, ступенька вперед. Твой гол был признан, по-моему, лучшим среди опроса болельщиков за молодежный состав. Два раза. Целых два года подряд. Сейчас этот гол вы увидите. Это уже было не среди моего года рождения, это было уже по молодежному первенству. Там до 21 года можно играть. С 15 до 21. С 15 до 21 года в «Спартаке» среди опроса болельщиков два раза подряд гол Адлен был признан лучшим. Расскажи сам о своих достижениях в футболе. В принципе, за то время, что ты играешь. Начал я заниматься в «Олимпии». Вместе с тобой мы играли. Наверное, это прекрасно помнишь. Начал с 6 или 7 лет. Сначала мы играли по городу. Выигрывали постоянно город. У нас была очень сильная команда. Во главе Олега Соловьева. Возглавливаю немножко. Это не я говорю, вы сами понимаете. Немножко был «Сарканск». Конечно, сами понимаете, что был я лидером команды. Немножко так, не буду скромничать. Я просто согласился видео это записать, чтобы... Ну вот, ближе к теме. Постоянно мы выигрывали первенство города. Там были не очень сильные соперники. Там нам равных совершенно не было. Была академия ротора. Команда неплохая. Нам тоже не были соперники. Ну, 5-5-5-0 примерно, как обычно, у нас дома, да. И следующий турнир у нас были посерьезнее. Уже были отборочные турниры Черноземья. Это турниры, так сказать, по Волжью. Функциональный чемпионат России, в общем, можно так сказать. Да, можно так сказать. Там уже были команды серьезнее. И турнир был более квалифицированный, конечно, чем первенство города. Не всегда нам удавалось побеждать. Мы участвовали сколько раз? Три-четыре? Да, мы вместе с тобой, мы три раза участвовали, два раза победили. Да, два раза победили. Расскажи про «Спартак». Всем интересно. Вот, как раз я в «Спартак» попал, как раз я через вот этот турнир в Черноземье, который проходил. Такого я не помню даже. После этого турнира в Белгороде, мы когда-то заняли первое место, на нем были селекционеры «Спартака» и «Динамо» московских. К моему тренеру, Владимир Борисович Шипихин, который дал мне очень хорошую школу, не только мне, вот даже вот Олег спустя большое количество времени с мячом делает не хуже вещи, чем я. Подошли к нему селекционеры и «Динамо» и «Спартака». Вот с тех пор, уже сколько лет прошло, 7-8 лет, я нахожусь в «Московском Спартаке». И в этом году ты стал чемпионом России. До этого вы что-то выиграли, по-моему, тоже? Да, раньше мы играли по своему возрасту, потому что нам еще было немного лет. Два раза мы выиграли первенство Москвы. Один раз заняли второе место. Это вот у нас три года были таких прям фурор у нас был. Очень хорошую форму набрали за эти три года. Новый вратарь к нам подъехал, Антон Митрюшкин, кстати, который сейчас играет. В июне, да? Да, штат сегодня играет. Причем неплохо, он, по-моему, сейчас все хорошо. Постоянно играет в стартом составе. И, как я понял, он провел больше всех минут в чемпионате со всех команд. То есть, 3000 с чем-то минут. Все матчи практически играл он. Топ-3 твоих лучших событий в футбольной жизни. Пока ты думаешь, могу просто ирскать. Мне, конечно, не такая богатая футбольная карьера. Но на третьем месте это, наверное, скорее всего, два события. Второй еще на семье наш выигранный и турнир в Киеве, когда мы там... Да, Киев, Кубок Ретро, это классика вообще. Там победили 94-го года команда из Киева. Венгров тоже 94-го года рождения. То есть, на два года старше были ребята. Они специально это так делали. У них каждый год играла одна и та же команда два года подряд. Чтобы домашняя команда выиграла турнир. Но в этот раз мы их победили по пенальти в финале. Но там, то есть, в детском футболе, а тогда мы, в принципе, по детям играли. Ну, юношески, можно сказать. Два года это очень большая разница. Не то, как сейчас. Очень выделялись и физически, и технически. На втором месте, наверное, первый черноземник. Потому что первый такой турнир. Плюс мне там еще лучше полузащитника дали. Да. Ну, и на первом месте, наверное, Реал. Кубок Реал. Это может быть не связано прямо напрямую с профессиональным футболом. Был Кубок Реал. Мы сначала выиграли 800 команд в Волгограде. Заняли первое место. Там проходил турнир среди гипермарктов Реала. И поле было, как сказать, даже не искусственное, а более, что ли, пластмассовое как-то. Мелких размеров, да. Маленькие ворота. Играли три в поле. Плюс один вратарь, один на замене. То есть, пять человек в команде. Мы победили 800 команд в Волгограде. Затем отправились на финал в Москву. Там было восемь команд победителей со всех городов, где есть гипермаркер Реал. Самая лучшая команда России. Да. Мы всех тоже там победили. Причем неожиданно. Там и ребята с «Зенита» были, по-моему. С «Зенита» были. Ребята с «Коноплёва» с «Академией». Мы с ними играли. За руб у нас была конкретно 5-4 вроде мы выиграли. «Коноплёва»? А как «Коноплёва»? «Коноплёва» 5-0 мы выиграли. Они же офигевали. А кого мы с 5-4? «Коноплёва» мы в полуфинале выиграли «Липецкую мини-футбольскую школу». «Коноплёва» не знает. Это лучшая Академия России. На тот момент была. Абрамовичу спонсировал. Сейчас напомню. Сейчас она все уже закалывала. Загоев – один из выпускников этой Академии. И, собственно, даже не только сама победа, хотя антураж был крутой, а именно призы. То есть нас потом премировали и в Волгограде. Мэр города принимал из себя. Да, в этой году. Куча призов, в том числе и денежных. Самый главный приз – это двухнедельная стажировка в Англии. Мы поехали в Англию. И там у нас было два тестирования. Сейчас у меня будет принижать. Ты понял, про что я говорю. Не, ну на самом деле мы приехали, было тестирование. Называлось первое – это тест Купера, по-моему, да? Да, на выносливость. 12 минут бегаешь по стадиону, нужно наибольшее количество пробежать метров. Да, соответственно. В первый раз он мне сделал. Я неправильную тактику выбрал. Отмазывается. Я решил, нет, я решил, правда, сэкономить силу, отпустил его, потом не догнал. А во второй раз через две недели мы просто с самого старта зарубились. Наверное, на полтора круга погнали всех, всех соли. И на протяжении трех-четырех кругов мы просто вот ноги в ноги бежим, бежим, бежим. Вот, но в итоге мне удалось победить. Да, в итоге я сошел с дистанции. Ну, ты сам сказал. В итоге сошел с дистанции, прям уже очень неплохо становилось, уже не мог бежать. И сердце кололо, и голова мутнела. Я сошел, сел, а он продолжал дальше бежать. Ну, все-таки получилось у нас ничья, 1-1. Да, 1-1. Твои три впечатления таких в футболе? Я тоже назову Кубок Реала, потому что я после этого полетел первый раз на самолете. Когда в Москву перелетали, мы первый рейс. Даже не сказать, не переживал. Это вот первое мое самое такое. Потом, я думаю, турнир уже за Спартак 96 по своему году. Мы выиграли Кубок Италии. Назывался Стефано Гузелло. Известный какой-то раньше игрок Италии. Он уже умер. Этот турнир мы выиграли. Очень серьезные соперники были. Играли с Ювенусом с Академией, с Джено, с Калери. Выиграли турнир. И, я думаю, вот, недавно мы стали чемпионами уже по молодежному первенству. Выиграли чемпионат Москвы. Ой, чемпионат Москвы. Чемпионат России. Спустя 4 года. Я пришел в молодежную команду. Мы 3 года подряд не выигрывали. То есть это буквально, по-моему, пару недель назад произошло, да? 20 мая. Я следил за этим турниром, кстати. Вы, по-моему, за 2 тура до конца ЦСКА по ума сопережал чуть-чуть, да? Если не ошибаюсь. Да, я расскажу даже больше. До Нового года был отрыв 8 очков. Мы уже психологически надеялись занять просто второе место. Потому что мы закончили первый круг на четвертом. Там между вторым и четвертым было очень мало очков отрыв. А ЦСКА ушел в большой отрыв. Мы уже думали, ЦСКА не догоним. Мы уже так примерно прикидывали, что никак не получится. Но в итоге поначалу выигрывали. Две победы одержали, ЦСКА оступилась, ничью сыграли. Стало 6 очков. Потом мы еще несколько матчей выиграли, ЦСКА опять ничью сыграла. И мы уже почувствовали в себе уверенность. По-моему, за 3 тура до конца в ЦСКА играли и ничью сыграли, да? Да. И такой самый важный момент сезона был. Очень большой ажиотаж был между нашим матчем. Очень пришло много болельщиков. ЦСКА специально ограничила фанатскую зону «Спартака». Очень много болельщиков наших собиралось прийти. И ЦСКА сказала, максимум придет 100 человек. Потому что у них Тайбуна маленький. Если бы пришли бы все, они бы всю Тайбуну заполонили. И сделали платный вход. 100 рублей был. Просто знали, что много народу придет. И этот матч решал очень многое. Отрыв был между нами 3 очка. Если бы мы выигрывали, то очков было бы ровно. И у нас все у них по 58. Но по личным встречам мы бы их опережали бы. Но мы выиграли 2-1. 87-я минута матч идет. Уже все на нервах. Отбиваемся уже как можем. Потому что понимаем, что на кону. Ну, на юржане еще. Золотые медали на кону. Все-таки еще 4 матча играет. Но соперники уже были не такие серьезные. И на 87-й минуте нам забили с стандарта. И сыграли 2-2 в итоге. ЦСКА очень сильно этому радовались. Все кучи мало набежали. И тренер. Не главный тренер Александр Сергеевич Гришин. Очень хороший, к слову скажу. Все массажисты. Второй тренер бежали. Все в кучу мало. Все радовались. Болельщики ЦСКА тоже ревели, кричали. Чуть ли не плакали. А мы ушли. Но затем в итоге ЦСКА оступился. Первые эмоции твои, когда ты узнал о том, что ЦСКА оступился, и вы вышли на первое место. Это были невероятные эмоции, так сказать. Мы выиграли свой матч у Томи 5-1. И вышли на первое место. Отрыв был 2 очка у нас, получается. Но ЦСКА матч в запасе. И на следующий день они играли с Казанским Рубином в гостях. У нас уже был в этот день выходной. Мы сидели каждый, кто на базе, кто дома. И включили трансляцию. И коротко расскажу, что Рубин выиграл 1-0. И мы после этого, как они забили гол, очень сильно радовались. Потому что понимали, что если команда даже сыграет ничью, то мы по-любому будем все равно на первом месте по личным встречам. Они еще забили в середине второго тайма. Мы все кричали, у нас общая группа есть. Везде записываем, кричим, что только там не писали. В итоге ЦСКА проиграл 1-0. Мы радовались и понимали, что уже все зависит не от ЦСКА, а только от вас. Это два тура до конца было или один уже? Нет, два. Два тура до конца. Ты за сборную России даже играл. То есть, тебе посчастливилось играть за юморскую сборную России. Да, было дело. И причем этот год, твой год, впоследствии, через несколько лет стал чемпионом Европы, если не ошибаюсь. Да. Причем играли такие же твои партнеры по команде. Почему, что случилось, в принципе, насколько я помню, да, ты достаточно уверенно играл в сборную, играл в основе. И почему дальше, допустим, ты не продолжил играть за ним? Это вот для меня тоже такой, так сказать, загадка, что ли сказать. Не знаю, как это объяснить. Может, и я в чем-то взбавил, но я так не думаю, что это дошло бы до того, чтобы меня бы играли в сборной. Был у нас турнир в Монтегю во Франции, не помню, в каком году, мне было 14-15 лет. Играл все матчи, играл в стартовом составе с первых минут. Играл не то, что сказать плохо, но средне, не очень хорошо и не очень плохо. Вышли мы в финал. В финале я был на замене, потому что получил травму в матче в полуфинальном с Англией. Все равно вышло в замену. Мы проиграли финал португальцам. И после этого у нас уже был осенью отборочный турнир на чемпионат Европы. Я был уверен, что меня от того возьмут. И спустя время администратор выкладывает список, кто будет в заявке на чемпионат Европы. Смотрю, и меня там нет. Я думал, может какая-то опечатка, потому что я был на 100% уверен, что меня возьмут. Позвонил ему, сказал, что нет, Лолин, тебя тренер на этот сбор не вызвал. Для меня дошли слухи, что связаны с тем, что тренер Спартака, на тот момент ваш, который тренировал, он тебя не отпустил на какой-то матч обычный, по-моему. И из-за этого тебя перестали брать в сборную. Или это слухи? Нет, это слухи, потому что мы с Митрюшкиным, с Антоном вместе катали в сборную. Все 12 сборов провели, все из 12 возможных. Меня со сборной брали, а его оставили. И Митрюшкин стал, по сути, героем этого Чемпионата Европы, лучшим по-моему, ротарем. Он феерил все, что можно, тащил, все пенальти, которые... И сегодня ты должен был уже сидеть с золотой медалью Чемпиона Европы. Ну, может, они без меня бы и не выиграли, ой, со мной бы не выиграли. Да нет, я не думаю так, тем более ты играл в основе, в любом случае. Хорошо, если мы берем Спартак, вот ты играл, ну, по крайней мере, играешь сейчас еще за молодежный состав, а часто ли ты видишь игроков в основе? Да, мы с ними пересекаемся каждый день, потому что у нас база не такого большого размера, и постоянно мы с ними видимся в столовой. У нас, допустим, обед идет с 14.00 до 14.30, и у них сразу же следом 14.30 до 15.00. И мы постоянно в холле с ними пересекаемся. Есть ребята, которые здороваются, это больше русские ребята, парни, Атем Ребров, Димка Камбаров, Цельваторо Бакинси. Расскажи, какие они в жизни, потому что ходят стереотипы, что футболисты такие пафосные и так далее. Я вот лично так не считаю, вот какие они в жизни? У нас есть разные, с кем я не то что общаюсь, пару слов могу перекинуться. Вот Артем Ребров очень хороший мужик. Тамратарь Спартака, кто не знает. Да, капитан команды. Очень хорошо со всеми относится, общается со всеми, спрашивает, как дела, про карьеру спросят, как сыграли. То же самое и Камбаров Дима тоже с нами общается. И могу выделить из иностранцев Сальваторо Бакетти, защитник Спартака, потому что... Он на русском хорошо, да? Да, вот он давно в России, на русском хорошо разговаривает. И Промис. Ну, Промис берет свои... Промис это, наверное, энергетики свои. Да, он постоянно кого-нибудь видит, что-нибудь закричит, завопит, прям радостный, довольный, белоснежной улыбкой. Прям всех называют братан. Братан, привет! Я вот думаю, будет интересно еще узнать людям, как происходит процесс тренировки. У тебя вот через несколько дней сбор начинается в Бартаке. Сколько вы тренируетесь? Сколько часов в день? Сколько тренировок в день? Чем конкретно занимаетесь, помимо футбольных занятий? На сборах у нас вот, да, завтра начинаются тренировки. Сбор у нас постоянно очень тяжелый, потому что все футболисты ненавеят сборы. Это самое тяжелое, что есть в нашей карьере. Тренировки на сборах у нас практически два раза в день, каждый день, так можно сказать. Одна тренировка утром, 10-11 утра, а вторая всегда в 4-5. Между тренировками должен обязательно быть перерыв 5-6 часов, чтобы организм восстанавливался. На тренировках утренних мы обычно занимаемся техникой, больше с мячами, квадраты играем различные, либо моделирование атак, как мы будем вскрывать оборону соперника. И то же самое делаем в защите моделирования, как будем обороняться против хороших соперников. А вечером нас уже ждет, так сказать, марафон, о котором мы бегали с тобой. И к тесту Купера мы бегаем один раз за сборы, проверить наше функциональное состояние. А тренажерка? Сколько раз? Тренажерку? Нет, три много. Либо один раз, либо два, в зависимости, когда у нас игра. Если среди недели игра, то у нас один раз тренажерный зал. Если игра либо в субботу, либо в воскресенье, то в понедельник, в среду. Качаем не только ноги и делаем и статические упражнения, и на руки, на все тело, так могу сказать. Соблюдаешь ли ты какой-то режим, может быть, ложишься спать, алкоголь? Не, вот с алкоголем вообще никак не связан. На режим стараюсь ложиться не позже пол первого ночи. Потому что с каждым годом раньше ложиться не хочется. Раньше я ложился где-то в 11, когда мне было лет 15. Но со временем мой режим вырвался так, что ложусь не позднее пол первого. Ну, стараюсь. По выходным, конечно, могу себе позволить расслабиться. Часа в два, в три ночи, тем более после хороших игр. Могу вообще всю ночь не спать, не посмотреть, не знаю, погулять. Наверное, очень интересный вопрос, сколько платит Спартаке в молодежном составе. Я думаю, вам нельзя раскрывать информацию или можно? Нет, нельзя. Давай хотя бы так прикинем немного. Мне кажется, вы же сейчас, по сути, стали чемпионом России. Там должны быть какие-то премиальные. Это больше 200 тысяч рублей будет примерно премиально. По моему лицу сможешь понять? Больше или меньше? По твоему лицу? Ну, раз ты улыбаешься, значит больше, наверное. Меньше 500? Да. Ну, то есть мы... Больше я ничего не могу сказать. Примерно порог определили. Но еще же вы получаете, получается, хотя бы просто скажем, не в цифрах. То есть, насколько я знаю, вы получаете премиальные за победы именно в турнире, правильно? Да. Вы получаете стандартную зарплату, вы получаете еще премиальные за каждый матч победы. Правильно? То есть, соответственно, из этого можем сделать вывод, что даже в молодежном Спартаке зарабатывают люди неплохо. Ну, не прямо уж много, ну, не миллионы, конечно, но думаю, я не жалуюсь. Мне достаточно моих денег, которые я получаю, но я больше всего играю не то, что из-за денег, а просто то, что мне нравится именно в моем клубе. Главное качество футболиста, на твой взгляд, потому что, в принципе, я думаю, много людей смотрят, которые хотят стать футболистами. Вот тоже парень сидит, воротарь можно, в принципе, показать. Мы сегодня с ним... Савиловский интер. Да, мы, кстати, сегодня с ним и играли. Тоже будет видео, которое вы сможете посмотреть. Расскажи, главное качество футболиста, какие должны быть? Я думаю, чтобы стать высококлассным футболистом, нужно иметь большое терпение, большое трудолюбие, потому что без этого точно уж никуда, никогда нельзя опускать руки. Потому что, зная на своем опыте, когда я перестал играть в сборной, я где-то примерно полгода попал, так сказать, в психологическую яму, что ли. Потому что мне было это очень странно, то, что меня не вызвали, потому что я очень ждал этого момента, показывали матч в телевизор, в этот чемпионат Европы. Мне было, так сказать, стыдновато перед своими друзьями, родителями, потому что все знали, что я играю в сборную, и потом им говорят, что меня больше не вызывают. Вот я так полгода не мог найти себя. Вот такого никогда нельзя отпускать. Меня тренеры, родители, агенты помогали выйти на нужную игру и никогда не опускать руки. А так, только вот эти качества, не то, что даже талант решает, решает именно твое трудолюбие. Могу даже назвать одного игрока Спартака, Роман Забнит. Молодой парень, который, к сожалению, травму получил. Да, вот недавно за игру в сборной России против... Кого они играли? Против Венгрии. Против Венгрии в гостях. Моя ставка прошла, в России не проиграют, плюс тотал, меньше 3,5. А вторая не прошла, я думал, Венгрии смогут забить. А нет, ты что? Игорешка, афиги, феева-то обижаются. С нашей защитой, с тем, как Вася играл против Спартака, ты помнишь, да? Я думал, он должен был провести. Согласен. А если брать, допустим, ну это, я согласен полностью, то есть это самое главное трудолюбие, уверенность себе, это первое. Это очень важно, на самом деле. И вот многие ребята реально психологически ломаются, именно в таком вот возрасте молодом. А если брать именно характеристики футболиста, ну там техника, допустим, возьмем техника, скорость, работа с мячом, видение поля, сила. Какие наиболее важные характеристики? Я думаю, самое главное это видение поля, и техника само-самое, и чувство командной игры. Что в нужный момент обвести, в нужный момент отдать передачу, пробить поворотом. Именно, чтобы было понимание игры. Ну, мне кажется, это зависит от того, что это позиции. Ну, конечно, да. Если ты играешь с краю полузащиты, то тут... Да, а я вот главный, скорость. Если ты играешь в центре, то это видение поля, там техника и так далее. Поэтому ориентируешься на свои таланты, и стоит краски выбирать какую-то позицию на поле. Еще такой вопрос. Ты сейчас, получается, в молодежном Спартаке успешно завершил сезон. Насколько я знаю, ты сейчас, возможно, попадешь в команду Спартак-2, которая в первом резионе российской лиги играет. У тебя сейчас, получается, уже пока что контракта нету. То есть ты пока что еще будешь с ними на сборы. У нас, как бы, контракт не отдельный. У нас контракт идет и в молодежном, и в Спартаке-2. Да, просто в Спартаком контракт. Да, общий контракт идет, независимость какой-то команды играешь. Поэтому у меня еще контракт есть целый год. Завтра приступаю к тренировкам в Спартаком-2, а там уже все зависит только от меня. Если оставят, то отлично, так жизнь покажет. Мы будем тебе желать удачи. А, насколько я знаю, у тебя есть агент, правильно? Да. Он уже достаточно много лет, по-моему. Сколько вы? Да, он нашел меня на одном из матчей Академии, когда я играл на свой год рождения. Сколько лет? Это было мне 14 лет. 14 лет? С 7 лет. А как он зарабатывает? То есть, ну, допустим, вот, я так понимаю, что у него есть ты, там, примерно такие же ребята, которые ищут себя в футболе пока что, да? У которых нету, у которых есть, безусловно, контракт, но не такие дорогостоящие, как у футболиста премьер-лиги. Как он зарабатывает? За счет чего? Они зарабатывают за счет игроков, которые они находят. Когда они начинают прогрессировать, попадают в более взрослые команды и начинают платить зарплату. То есть, сейчас он что-то получает, допустим, от твоей заработной платы? Нет, от моей нет. Он получает только от игроков, сейчас, так скажу, премьер-лиги. У него есть игроки Тарас Бурлак и, как я знаю, Георгий Щеников. Такие самые известные игроки у него. И там он за счет этого зарабатывает. А зарплаты идет 10% ему. Потому что он игрока, так сказать, воспитал, постоянно давал бутсы, везде поддерживал его, занимался всякими контрактами, такими делами бытовыми тоже, так сказать. Мой мне очень часто помогал, поэтому я ему очень сильно за это благодарен. И вот заключительный блок вопросов. Очень часто мне молодые ребята пишут по поводу того, как устроиться, как попасть в какую-то большую команду, что нужно делать. Вот твои рекомендации. Есть, допустим, молодой парень, ему, не знаю, 7-12 лет, условно, портрет составим. Он проживает в городе Тамбов. Как ему попасть в большой клуб «Спартак»? Что ему нужно делать? Без удачи, я тут скажу, не обойтись. Потому что удача в нашем современном мире очень важную роль играет, я так хочу сказать. Ну, я могу сказать, что если ничего не делать, то, в принципе, удача она не придет. Ну, конечно, да. Чтобы была удача, нужно тренироваться, нужно проверять себя, нужно как-то показывать свой уровень где-то, где есть селекционеры и так далее. Если сидеть и спокойно играть у себя во дворе, то, безусловно, ничего не получится. Я подержу из такой боковорки. Чем больше ты работаешь, тем больше ты удачливый. Я вот этим словом стараюсь переделать. Я немного другой. Чтобы удача, это такая, как, знаешь, образ белого коня. Нужно иметь в себе силы, чтобы, когда этот конь будет пробегать, оседлать его. То есть, поэтому нужно трудиться. Такая слишком, да? Хорошо. Ну, а хорошо, три совета молодому парню. Вот молодой парень, он тоже сидит. Три совета, какие ты можешь дать. Если ему от 7 до 12 лет, я думаю, продолжайте, хоть как он даже играет. Если не очень он думает играть, все равно продолжайте заниматься любимым делом. Если ему это нравится, не пить, не курить, вести здоровый образ жизни, потому что это все равно в будущем тебе поможет. И все равно не только заниматься именно футболом, а получать какие-то знания вне футбола. В таком возрасте ходить в школу. Послушайте, это ваш, на самом деле, совет. У меня еще, мне кажется, на мой взгляд, даже самое главное, это не слушать никого. Потому что тут реально в 7-12 лет, я помню, там по нашей команде, есть какие-то там тренды определенные внутри коллектива, которые мешают, мешают ребятам как-то развиваться, проявлять себя там. Не вестись на поводу общего мнения. Да, не вестись на поводу, абсолютно никого не слушать. Только своих родителей. Как можно больше проводить время с мячом. Сейчас много разных отличений. Стараться их убирать, потому что тоже говорят про футболистов. Они вот ничего не делают, зарабатывают большие деньги. Но по сути, я могу по своему примеру, по твоему тоже пример сказать, что все детство, все это время, это было не за компьютерами, не где-то, да. Это было на футбольном поле, это часовые тренировки. Во дворе в том же. Во дворе в том же, да. После тренировок оставались. Поэтому как можно больше тренироваться, никого не слушать. И да, наверное, вредные привычки, их тоже надо вести здоровый образ жизни. Хорошо, блиц, опрос. Старайся быстрее отвечать. Месси или Роналду? Роналду. По-моему, раньше тебе нравился больше Месси? Месси мне нравится больше, но я не изменяю своему, так сказать, кумиру детства. Роналдини. Кумир у меня детства Роналдини, но сейчас он уже закончил карьеру, поэтому я больше склоняюсь к Роналду. Но игра Месси, так скажем, больше нравится, он больше разноплановый. Хорошо, интересно, это другой вопрос, Барселона или Реал? Это я не могу сказать, без понятия. И те, и те нравится. Вот я вот такой вот. Это первый человек. Хорошо, другой вопрос, свинина или конина? Свинина. Любимый игрок в Спартаке, который сейчас есть? Денис Глушаков. Хотел сказать, сейчас назовет Глушаков. Почему здесь всем так нравится Глушаков? Он народный. Вот, я тоже самое думаю. То есть, человек, который не боится дать интервью, прийти на передачу, просто попасть в народ, пообщаться с болельщиками, наверное, это им реально Денисов подкупает. Ну и, конечно, этот сезон, по-моему, очень ударно. Поэтому его признали лучшим игроком чемпионата России. Причем в сборной раньше он всегда был в тени. Там, Денисовы, Широковы и так далее. Ну, в то время, да, тоже чемпионат Европы. Хотя в то время он был примерно одного возраста с ними. То есть, Денисов тоже сейчас не старый. Да. Не сейчас Глушаков, конечно. Лидер сборной и Московского Спартака. А сможет ли Спартак стать чемпионом России в следующем году? Я думаю, это будет гораздо тяжелее, чем в этом году. Потому что придут очень сильные игроки, я думаю, в Зенит. Зенит укрепится. Потому что в этом сезоне от них ушел Халк. Халк может, кстати, прийти. Не думаю, что он придет. Я тоже, кстати, не думаю. Думаю, какие-то другие легионеры придут. Не менее сильные, но не такие известные, как Халк, конечно. ЦСКА сейчас... На Боу, на Боу. Ну, нет, на Боу. Ну, кстати, уже пришел. Но это шутка, да? Неплохой, но... Я на самом деле тоже думаю, что Зенит станет чемпионом. Ты тоже думаешь, что Зенит или Спартак? Нет, Зенит. Я не могу, конечно, пройти против своей команды. Хочу, чтобы они стали чемпионами. Но им будет в разы тяжелее, чем в этом году. Вот что я могу только сказать. А лучший тренер в мире, на твой взгляд, на сегодняшний день? Больше тренера. Ну, именно в данный момент я считаю, что Зенит не знаю. Потому что за такой короткий срок выиграть две лиги чемпионов и чемпионат Испании, я думаю, это много... Ну, по поводу Зидана, мне кажется, ну, не знаю. Он еще сыроват. Ну, сыроват, у него нет опыта, мне кажется. Но он, Куруп, наверное, настроил коллектив именно на одной волне с ними. И, мне кажется, они за него играют. За него, да. Но последние два года, даже если судить именно по игре, равным им нет. Не только, что они обыграют, тот же «Ивентус» обыграли, «Барселоне» проиграли, ничего страшного. Но именно по игре видно, что они... Я отвечу, что это Арсен Венгер. Вообще, ты должен был... Тебе такой вопрос, слушай, тебе такой вопрос я задавал. Болещик Арсенал. Я думал, ты специально ответишь. Каррера, чтобы Каррера посмотрела это видео, все, Владлено в основу берет. Не Каррера лучше, я считаю, в России тренер в этом сезоне. Вот, массиво. В мире... Он русский же знает уже чуть-чуть. На итальянском, можешь сказать, что Каррера лучший тренер? Итальянским языком не владеет. Английским кое-как. Хорошо, а как выступит наша сборная сейчас Куба конфедерации будет? Как на Кубе конфедерации выступит, на чемпионате мира, твой прогноз? Я думаю, что из группы они выйдут. Хоть группа очень тяжелая, та же Мексика и Португалия, чемпионы Европы действующие. А Новой Зеландии? Ну, в Зеландии я вообще не знаю, что за команда, как они, что они, что из себя представляют. Мне кажется, 2-0 наше Новой Зеландии выиграли. Но обязаны выигрывать они в Новой Зеландию. Записывайте это. Не думаю, что 2-0. Мне кажется, упорная борьба будет. Мне кажется, они не пальцем деланы, так скажу. Из группы должны выйти, думаю, со второго места. Но в той группе команды, мне кажется, посильнее. Те же Чили, которые обыграли ту же Бразилию один раз в группе, Олентину. Которые, как ты говоришь, в пятницу обыграют нашу Зеландию. Да, я думаю, в полуфинал они выйдут. Либо на Чили, либо на немцев, мне кажется, выйдут из той группы. И в полуфинале, мне кажется, кому-то из них они не проиграют. Потому что слишком сильный команд. На Чемпионате мира выйдем из группы? Обязано. И потому что Чемпионат мира домашний. А группа какая? Неизвестно же еще. Не знаю, но там и первые сейные, поэтому нам слабая группа попадется, как и всем хозяевам. С группой даже без разговоров не должно идти. Домашний Чемпионат мира, все вот так ждут. Очень много денег на это ушло. Стадионы такие бесподобные построили. Мы слушаем, Мутко в 2010-м говорил, что тоже английский язык выучит Чемпионат. Это как-то from my heart speak. А Слуцкий выучил за полгода, поэтому будет тренировать в Холсите. Кстати, Слуцкий. Слуцкий. Тренер? Мне тоже нравится. Я не знаю, почему-то все начали троить после Чемпионата Европы. Блин, он вывел в команду. Он в СССР с таким составом, с таким бюджетом, сколько они чемпионов подряд остановились. Да. Ну не подряд, но три раза они при нем выиграли. Слуцкий, кстати, это наш человек. Воспитанник Волгородской Олимпии. Волгородской Олимпии, как и мы. И мы даже помнишь, я не знаю, ты, по-моему, тогда был или нет, когда он приходил к нам в школу. Тогда я уже увидел, ты в него брал на ТВ, я знаю, ты ему вопрос задавал. Да. У меня там уже не было. Ты тоже оставил автограф, там сфотографировались. Да, у меня уже не было, да. Навальный или Путин такой резкий скачок? Ну что тут за вопрос? Путин, конечно. Путин? Да. А почему Путин? Все-таки президент России должен его уважать, как ему даже и не было. Ты можешь его уважать, но, допустим, будет выбор, ты будешь за кого голосовать? За Путина, потому что я считаю, что он сейчас самый главный не только в России, а во всем мире. Он его весь мир, почти полмира уважает, полмира его боится. Потому что у него такие качества, такой взгляд. Харизма. Харизма, ты имеешь в виду? Харизма, да, такая у него. Последний вопрос, оказавшись перед фудуном, что ты ему скажешь? Перед фудуном? Когда мне его запаснуло. Только вот это. Ладно, спасибо, Владимир, большое за интервью. У нас будет обязательно еще с ним соревнование, будем перекладину бить. Проигравший будет получать по жопе, мячом, как обычно. И будем разыгрывать футболку Спартака, если я выиграю. Всем спасибо, кто досмотрел это видео. Кому понравился этот формат, обязательно высказывайте в комментарии. Всем успехов и до новых встреч. Или?